Телеканал КРТ представляет Я, конечно, прислушался к мнению уважаемых подписчиков и зрителей И попытаюсь вам доносить свое мнение о ситуации Почему мы находимся в такой глубокой Европе Непосредственно общаюсь вживую и без подсказчиков реквизита и игрового кино Сегодня мы с вами обсудим следующую ситуацию Почему украинцы хотят быть бедными Ну, не прямо так, что они стремляются к бедности Как некие христианские подвижники для воспитания духа и плоти Ибо мы знаем, что блаженные нищие духом Нет-нет, они хотят быть богатыми Они трудолюбивые, они ходят на работу Они пытаются откладывать, ездить на заработки Делать какие-то депозиты, брать кредиты, прокручивать деньги Но разбогатеть у 80% наших граждан никак не получается Страна, вернее ее экономика находится в глубокой рецессии У нас застой, стагнация, деградация и много-много разных умных слов И действительно промышленность давно рухнула Сельское хозяйство превращено в что-то такое абстрактное Поскольку вроде и поля засеяны Однако у нас картошка, он же картофель и свекла с буряком Какая-то иностранная То египетская, то китайская А украинской картошки и украинских яблок нет Как же так это произошло, что вроде не бездельники и могли бы жить Но постоянно день за днем рушится все А впереди у нас совершенно крайне не оптимистическое будущее А все дело в выборе украинцев, их ментальности Хотя всякие социологи и политологи говорят, что ментальности нет Но мы-то с вами знаем, ведь правда Кто особенно поездил в Европу и посмотрел на среднестатистического европейца А потом сравнил его с украинским пролетариатом Который попивает пивко вечером на лавочке И в действительности в 1991 году В 1991 году мы сделали экзистенциальный выбор Да, вроде правильно выговорил это слово То есть выбор в какой парадигме А в какой системе координат мы будем существовать И правда ведь, кто помнит то время Я то его помню туго, поскольку был еще ребенком Развала Советского Союза хотели на самом деле все И как учит нас теория Верхи не хотели так жить, а низы не могли Или наоборот, низы не хотели и верхи не могли То есть никто уже не хотел Советского Союза Все хотели Сникерсов и Тампаксов И за что нашу родину собственно и продали Если можно сказать такое слово Поскольку верхушка, да, правящая тогда Коммунистической партией Советского Союза Была настолько коррумпирована И она сама порождала коррупцию Почему? Потому что дефицит Который был очень распространен в советское время Был крайне на руку Правящий вертикали и горизонтали Ты не мог купить джинсы Правильно, ты брал свою зарплату И шел покупать у фарцовщика Фарцовщик элемент, скажем так Буржуазно-капиталистический Платил дань наверх Платил милиции тогда Платил КГБ Платил партийной верхушки И у партийной верхушки соответственно Накопилось огромное количество капитала Которое они реализовать не могли Они не могли по-честному передать его наследство То есть они не могли закрепиться Такими себе полноценными буржуями Поэтому им не хотелось существования Советского Союза Также и местечковые элиты Лимитрофов хотели отделиться От прожорливой Москвы Дабы не засылать долю малую Во всесоюзный общак А самим устроить такое небольшое Национальное государство Граждане были в действительности Задавлены серостью, нищетой Тем более что Магнитофонные, видеомагнитофонные Кассеты демонстрировали Красоту европейской и американской Жизнью с магазинами Полными колбас и разных разносолов Я за тавтологию извиняюсь Поэтому действительно Почему бы не разменять Советский Союз На такое вот бытовое устройство На бытовые радости Но не учли граждане Следующее Что Советский Союз Был порожден Соответствующей революцией Революцией социалистической Революцией, которая первая Дала восьмичасовой рабочий день Декретный отпуск Лечебное заведение В каждое село Клуб, библиотеки Бесплотное образование И прочее, прочее, прочее В этом была и мировая суть революции Что буржуазия, которая осталась Во второй половине мира В Западной Европе и в Штатах Должна была подкупить электорат И вслед за страной Советов Дабы коммунистические и социалистические партии Не набирали много голосов На выборы Вводила социалистические элементы И у себя в странах Профсоюзы, рабочий день И, соответственно, высокую оплату труда Однако, когда в 91-м году Советский Союз Рухнул, мы скатились в эпоху контрреволюции В которой находимся и до сих пор В глубокой яме реакции Поэтому вот эти вот десятилетия Происходит и откат от завоеваний октября К позициям до 17-го года Поэтому вас лишают права на бесплатное образование Бесплатную медицину И бесплатную раздачу жилья Поскольку капиталист все превращает в бизнес И медицина-бизнес И образование-бизнес Если он не зарабатывает на этом денег Или не зарабатывают подконтрольные ему Страховые компании и банковские учреждения То никто не будет на своих плечах Тянуть эту капиталистическую лямку И будь добр, если вы выбрали Сникерсы и Тампаксы То оплачивайте свою медицину и образование сами До 91-го года Не было частной собственности на средства производства То есть на благо Которые производят благо То есть к чему я веду То есть не было частной собственности на фабрике, заводы Не было монополистического капитала Банковского сектора частного И соответственно природные монополии И природные полезные ископаемые Находились в руках людей Они этого не чувствовали Потому что раз оно не твое Значит оно ничье Бездумно расходово Все прочее Однако Мы помним приватизацию То есть пришедшие к власти буржуазии Нам сказали, что вот оно было ваше А теперь оно должно стать наше Ну и каждому гражданину раздали различные приватизационные сертификаты Которые они Ну то есть граждане поспешили в обмен на водку Либо продуктовые пайки Обменять свои доли на заводах и фабриках И отдать так называемым красным директорам Партийным номенклатурщикам Либо криминалитету Который очень развился в 90-е годы Мы не должны спешить ругать наших граждан Поскольку действительно в 90-е годы у многих не было что есть И так такой вот финтушами провернула наша буржуазия С тех пор Все, что было ваше Ранее, в советское время Теперь стало принадлежать капиталистам Несмотря на то, что в основных законах написано Что земля, ее недра Там воздух, вода, птицы небесные Гады морские принадлежат народу Украины Однако народ это же понятие абстрактное Мы знаем, что над народом есть надстройка В виде огромного бюрократического аппарата и олигархата Вот им то все и принадлежит А почему вы бедные? Да потому что вы заключили такой договор С буржуазией Оно сводится к следующему Что вы, как в принципе часть народа Содержите в себе часть суверенитета То бишь единым источником власти является народ Это что значит? Что у нас по разным оценкам От 46 до 15 миллионов И каждый гражданин Украины Несет в себе вот эту частичку самовласти Мы все вместе этим самовластием скидываемся И на выборах кому-то его отдаем Чтобы он руководил твердой рукой нами Нам, наши руководители, предлагают свои программы Вот народ Украины как бы в идеале должен их читать эти программы И давать кому-то свое предпочтение Но во что у нас превратились современные выборы? Выборы превратились в покупку голосов Они покупаются либо прямо, либо косменно Либо в принципе за гречку Вам дали гречку или дали 100 гривен, 200, 500 В разных регионах по-разному Вы пошли поставили галочку И все, теперь вы 5 лет не имеете никакого морального права Требовать у вашего политика, у вашего депутата и президента что-либо Вы продали свой голос Ну во столько вы оценили 5 лет своей жизни Это рынок, ничего не поделаешь По-другому вы продаете свой голос следующим образом Когда вам на выборах устанавливают детские площадочки Вам показывают красивые ролики по телевидению Издают газеты Телеканалы демонстрируют вам различных политологов Которые для вас снимают красивую рекламу Все манипулируются И вами манипулируют Есть определенный политический менеджмент Который отслеживает в соцсетях С помощью социологических опросов В интернете Ваши предпочтения и пожелания И льет вам в уши Вот именно то, что вы хотите услышать Это, знаете, как говорил Карл Маркс Подъехали капиталисты вместе со своими адвокатами, профессорами и краснобаями То есть есть целый пул работников Которые расскажут вам, почему вы должны отдать голос Именно за этого, ну допустим, красивого голобородика Это все стоит денег Денег стоит на самом деле очень огромных Потому что зарплаты у политологов очень большие А у политтехнологов-то какие А реклама на телеканалах стоит А полиграфия очень-очень много И вот за эти деньги они вас и покупают Вы же не хотите выдвинуть своих лидеров Вы не хотите участвовать в профсоюзах Вы не хотите платить профсоюзный взнос Вы не хотите купить газету Да, независимую, потратить свои деньги Вы не хотите изучать программы политиков Вы не хотите требовать от них Нет, вы хотите, чтобы за вас это сделали маркетологи Вот они вам это делают А потом вы удивляетесь 30 лет прошло, почему не настает улучшение А с чего они должны приходить эти улучшения Если вы из года в год голосуете за буржуа Вы голосуете за олигарха Вы голосуете за правые партии Задача которых зарабатывать деньги на государстве Есть разные барыги Есть барыги, у которых есть ларечек Есть барыги, у которых есть магазинчик Это мелкая буржуя И есть барыги, у которых есть целое государство С подконтрольным населением С которого они истригут капусту Поэтому тарифы будут расти Они на этом зарабатывают Поэтому доллар будет и прочая валюта прыгать И вы никогда не отследите Поэтому банки будут периодически банкротиться вместе С вашими сбережениями Вы за это голосуете Да, у нас иногда попадаются здесь И псевдокоммунистические, и социалистические партии Но, однако, кроме дискредитации Левой идеи Они ничего не делают Во времена революции в 1917 году Рабочие и крестьяне создавали Красную гвардию Создавали народную милицию Для того, чтобы защитить своих партийных лидеров От расправы со стороны царской охранки А потом спецслужб временного правительства Однако нынешние коммунисты Сами нанимают себе телохранителей Чтобы защититься от народа И ездят на бронированных джипах Поэтому это всего лишь такие Как говорил Ленин Коммунисты по букве Однако, по сути, они те же лавочники И к чему мы приходим Что украинские выборы Всегда превращаются в определенный Идиотом тест Есть такая вещь в Германии Знакомые рассказывали, сам не проверял Что если ты частенько нарушаешь Правила дорожного движения То, чтобы вернуть права Тебя отправляют на идиотом тест Ну не может же нормальный человек Постоянно нарушать четкие, конкретно прописанные Правила поведения Поэтому в определенных степеней Наши выборы напоминают Такой идиотом тест Когда украинцы голосуют Ну не то, что за Просто популистические партии Которые выдвигают ничего не значащие лозунги Пишут ничего не значащие программы А иногда за откровенно Медийные проекты Симулякры И все равно отдают свои голоса Ну вот с помощью выборов Количество идиотов В стране можно замерить На последних президентских выборах Подведя итоги Мы можем установить Что выбран самый реакционный Прислужник Олигархата Поэтому и продвижение Олигархических идей У нас пошло по накатанной Продажа земли Легализация казино Сейчас будет легализация проституции Органов и прочего Ну поверить в то, что Господин Голобородько Который работал на корпоративах У всем известной кучки Украинских Ну варишей Станет на сторону народа Ну это в действительности глупость Хотя, видите Мысли господствующего класса В каждую эпоху являются Господствующими мыслями Поэтому у того, у кого есть газеты И телевидение Могут вложить в вашу голову Все что угодно И вы даже не поймете Откуда к вам пришла Эта мысль о выборе Это всего лишь манипуляции По меткому выражению Петра Кропоткина Кстати, анархиста Он говорил Есть ли хоть одна Самая низкая Самая гнусная Человеческая страсть Которая бы Не эксплуатировалась Во время выборов Поэтому вы бедные Почему? Потому что вы выбираете бедность Вы голосуете за бедность Вы выбираете воров Которые Воры просто по своей Субстанции Себе В правители И поэтому не спрашивайте За что А думайте Прежде чем поставить Галочку В бюллетень Всех благ Мир вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому